Того природного многообразия, которое есть в России и в Казахстане, такого, конечно, нигде в мире нет. Это совершенно очевидный факт. В этом отношении мы самые богатые люди на планете, без всякого на то привлечения. Надо только воспользоваться этой волной, этим трендом, для того, чтобы пропагандировать свои страны и для того, чтобы развивать экономику. Советский Союз, кто хочет создавать, у него мозгов вообще нет. Мы ушли давно от этого. Невозможно. Была марксистско-ленинская идеология, ее нет теперь единая. Была коммуническая партия, которая сковывала, ее теперь нет. Был единый экономический организм, его теперь нет. Вообще нет. И вообще новое поколение выросло, которое уже не помнит. Еще через 20 лет вообще не будет. По улице пройдите, спросите у школьников, кто такой Ленин. Или Маркс. Ну и не надо, потому что новое поколение растет. Нурсултан Назарбаев приказал готовить принадлежащий ему Казахстан к переходу на латиницу. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству составить график перевода казахского алфавита на латиницу. Это означает, что с 2025 года деловая документация, периодическая печать, учебники, все должны выходить уже на латинском алфавите. В переходе на латинский алфавит есть глубокий смысл. Это связано с особенностями внедрения современных технологий коммуникаций, а также с научным и образовательным процессом 21 века. С 29 по 40-е годы прошлого века Казахстан пользовался латиницей. В 1937 году мой дед был репрессирован как алашардинец. Я нашел документы. Мой дед писал письма бабушке латинским алфавитом. Когда я приступил к чтению, боялся, пойму ли я содержание написанного. Но посидев один день, я спокойно все прочел. Это очень просто. Поэтому мне кажется, нет оснований бояться внедрения латинского алфавита. Пора вернуться к истокам, говорит Назарбаев. И добавляет, что этот переход естественен. Ведь школьники сейчас поголовно учат английский язык. Так что еще до школы они уже будут знать английские буквы. Видите, как все стройно у Назарбаева? Как логично. Но что же на самом деле демонстрирует этот шаг? Во-первых, десяток лет латиницы – это ничто по сравнению с почти восемью десятилетиями СССР, когда в Казахстане была кириллица. Поэтому о традиции лучше помолчать. А что касается узнавания английских буковок, то небольшая эта проблема их узнать. Получается, что Назарбаева больше заботит, чтобы узнавали английские буковки, чем русские. Поэтому давайте не лукавить и называть вещи своими именами. На самом деле есть одна важнейшая причина вводить латиницу. Принято решение с Россией, с русским духом в Казахстане завязывать. Причем на культурном и ментальном уровнях. Переход на латиницу и образование на латинице в школе – это непрочитанные на русском языке книжки и вестернизация повседневной жизни. Это, безусловно, постепенное отдаление от мифического русского мира. Сегодня Россия оказалась одна на внешней территории, на внешнем мире, и мы настолько одиноки, что даже те страны СНГ, которые, казалось бы, еще недавно были все ближе и ближе, все вроде бы складывалось, а теперь и они разлетаются по разным уголкам. Ну, вот сегодняшнее сообщение о том, что и в Казахстане уже кирильцы не будет, а будет... А это прямо вот такой знак? Да, это знак. Это знак, я вам хочу сказать, это знак. Дело в том, что Казахстан – одна из тех бывших республик, государств, где русский язык еще достаточно мощно властвует на территории этой страны. И переход от кириллицы на латынь – это удар по русскому языку, по русскоязычному населению. Это абсолютная тенденция на переход на английский язык, а это не скрывается, что это будет английский язык вторым языком официальным в Казахстане. И это, конечно, тоже своеобразный отход, такой спокойный, без пощечины, но с плевком в нашу сторону. Этот узел завязывал наш прославленный палуан – Паджимукану Нейпасов. И в преклонном возрасте, когда он ездил по аулам, такие узлы он дарил уважаемым людям. Этот узел из глазя символизирует прежде всего нашу дружбу, дружбу народов, дружбу Казахстана и России. Падим Родич, от чистого души и сердца разрешите. Горячий металл. Не только в Путине дело. Дело в том, что мы, имея всего лишь 2% в общемировой экономике своих усилий, ведем себя так, как будто у нас 22%. И вот здесь, мне кажется, самая большая ошибка и тех, кто у власти, и тех, кто активно поддерживает политические власти. Ну и еще большая ошибка в том, что, конечно же, понимаете, это ужасные вещи, но страна, которая обладает мировыми запасами газа, обеспечивает свое население на 67% газа. В то время как самые другие, та же Белоруссия больше там газифицирует свое население за счет, опять же, России. Понимаете? Страна значительно меньше все-таки. Ну, это не важно. Это не важно. Меньше, но... Лучше меньше, да лучше. В перспективе есть возможность достигнуть главной цели, которую мы перед собой ставили. Газифицировать всю страну. От Калининграда до Дальнего Востока. Это будет просто, ну, если хотите, революционный переворот в жизни огромного количества наших людей. Вы держитесь здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Нет смысла корить или поддерживать подобное решение лидера Казахстана. Гораздо интереснее наблюдать за тем, как поднимается осуждающий вой в эфирах российских телеканалов и радиостанций. Всякие Стариковы, Затулины и им подобные уже обвинили Назарбаева в стремлении убежать от русской цивилизации и броситься в объятия западного мира. Что касается перехода на Кириллицу, точнее, перехода от Кириллицы, вот смотрите, оговорка по Фреду, то, конечно, сразу стало как-то тревожно. Потому что алфавит – это фундаментальная вещь не только народу, но и целой цивилизации. Поэтому фактически в переводе на русский язык уважаемый Нурсултан Назарбаев сказал, что к 2025 году Казахстан вот так вот пока ментально, пока через алфавит хотел бы перейти в другую цивилизацию. Это очень тревожное событие. Радостного в этом мало. Единственное, что год обозначен достаточно далекий – 2025-й, и у России есть определенное время, чтобы повлиять на это решение, чтобы оно было изменено. Знаете, изменились обстоятельства. У Казахстана есть время для того, чтобы отменить это решение, потому что, конечно, это будет нас отдалять друг от друга. Руководство Казахстана действительно достаточно мудрое, искушенное и хитрое. Оно на всякий случай, не складывая все яйца в одну корзину, пытается развитие Казахстана по соседству с Россией, с такой самой длинной в мире границей, как русско-казахская, при наличии нашего общего членства в Евразийском союзе, в ОДКБ, где угодно, пытается отстоять какие-то такие элементы особости, которые, может быть, даже надо изобрести специально, чтобы быть гарантированным в будущем от каких-то еще не высказанных, но гипотетических устремлений Российской Федерации. Ведь Казахстан, как и все другие страны СНГ, не признал возвращение Крыма, например, в Россию. Он был перепуган этим обстоятельством. У нас моментально пошли вопросы, а не желаете ли вы того же, скажем, в отношении северного, восточного Казахстана, населенного преимущественно русским населением. Казахстан, при том, что он, так сказать, никогда не бросал какого-то вызова Российской Федерации, все-таки ведет себя достаточно в этих вопросах осторожно и пытается заручиться, повторяю, какими-то гарантиями против возможностей слияния в одно пространство с Российской Федерацией. Вот это предложение перейти на латиницу, это и есть одно из таких гарантий. Акт, безусловно, недружественный для России. Государство Казахстан, вступающее с нами в различные содружества, хочет в языковом и культурном плане быть ближе к странам Запада. Думаю, что Казахстан столкнется с большими трудностями на этой недружественной нам дороге. Жалко, что в своих отношениях с Казахстаном, в переговорах по экономическим и политическим вопросам, мы не ставим вопрос духовного, языкового и алфавитного единства. Только оно и может в дальнейшем продвигать интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Пока что кремлевские рупоры лишь тихонько тявкают на локальных радиостанциях и Малафеевском Царьград-ТВ. А вот на федеральных каналах слышны лишь скромные информационные сообщения. Мол, ничего глобального в госорганах Казахстана обязательным является в том числе русский язык. И несмотря на внедрение английского, контакты с Россией наращиваются. Поэтому великому могучему ничто не угрожает. Согласно Конституции, официальным государственным языком в Казахстане является казахский. При этом обязательным языком в государственных органах также является и русский язык. Переход на латиницу, именно на употребление русского языка глобально повлиять не может. Ведь в первую очередь это связано с активностью контактов с Россией, которая в последние годы также наращивает свою интенсивность. Но каких-либо сверхактивных обсуждений тем в русле «А что там у казахстанцев» не будет. И не будет фашиста Назарбаева, а будет старый друг, ведущий страну по своему оригинальному пути. Почему? Потому что Казахстан – могучая современная страна, идущая по пути резких экономических преобразований и пытающаяся создать у себя подобие Сингапура. Потому что у Казахстана хоть и постсоветская, но армия. Но главное, Назарбаев – это один из немногих, кто пожимает руку Путину и публично не демонстрирует отвращения. Потому что после ушедшей на веки Украины, Казахстан – это последний символ никому не нужного мертвого СНГ. И зомбоящик будет помалкивать, потому что если хочешь, чтобы хоть кто-то протянул тебе руку, лучше держать язык за зубами. Россия для Казахстана – стратегический партнер, союзник по важнейшим вопросам политики и торгово-экономических связей. Что немаловажно, сейчас уже 63% всех расчетов осуществляются в национальных валютах. Надеемся, что в самое ближайшее время этот показатель достигнет 70-75%. Цитирую вам политолога-специалиста по Средней Азии Аркадия Дубнова, который публикуется в «Коммерсанте». Я очень внимательно к этому отнесся, потому что мне это кажется достоверным. Этот комментарий мне кажется очень достоверным. Значит, принимая решение, переходя на латиницу, цитата, власти Казахстана не стремились, нет, к сближению с Турцией и тюркским миром. Скорее, такой шаг позволит президенту Назарбаеву получить поддержку той части населения и элит, которые стремятся отделиться от русского мира. То есть это новое отделение от русского мира. Это от нас шарахнулись. От нас шарахнулись. Понятно? Вот и все. Что тут добавить? Ну, хорошо все, прекрасно.